Всем доброго, тыхого, мырного дня! Радово, святаты на своему канале. Растиночки, хочу с вами поделиться один из таких классных завтраках, на которых я похудела на 60 килограмм. Девчат, завтрак просто бомбический, и я за него вспомнила, потому что сейчас провожу марафоны с сопровождением, и напоминаю, что у вас осталось буквально два дня для того, чтобы принять участие в моих марафонах с сопровождением. Если вы хотите стать участником, пишите в комментариях «хочу марафон», и я сброшу вам ссылочку на свой контакт, где мы дальше продолжим работу. Сейчас вы видите результаты предыдущего марафона, также вы видите отзывы, мне очень и очень приятно. Девчат, спасибо огромное за доверие. Такие марафоны я провожу уже более полутора лет, скоро будет два года. Сама постранила на 60 килограмм, и с женщинам помогаю улучшать свое здоровье. И в марафоне, кстати, вот одна из моих участниц рассказала о том, что, вот сейчас я расскажу, о чем она рассказала, но перед этим скажу, что я буду готовить. Девчат, угостила сестра грушей, и сейчас я хочу приготовить такие смоколык, которые мне очень-очень нравятся, когда хочется сладкого. Ну и вот буквально в марафоне, девчата мне, некоторые пишут о том, что, Лен, ну как приходят выходные, как будто с меня вселяется демон. Так, 200 грамм груши. Я сейчас настолько классно приготовлю себе завтрак, что вы скажете, Лена, а что так можно было? Это будет и смоколык, это будет и вкусно-полезно для вашего организма. Значит, мне сейчас нужно запечь грушу с сыром бри. Кстати, очень рекомендую, полезные будут жиры, вы получите, и полезные белки. Значит, сыр бри, я беру 30 грамм, в среднем я так и беру всегда, 30, ну максимум 40, ну редко когда 40. Значит, можно запечь в духовке, а можно, девочки, а можно просто в микроволновке, что я собственно и сделаю. Вы видели, что я убрала там немного внутренности, ну, этот, господи, боже, девочки, крутится в голове, косточки. И вот сейчас вовнутрь, в серединку отправляю сыр бри и эту тарелочку я отправляю в микроволновку. Немножечко сыр потает и смягчится груша. Можно запечь в духовке, ну, я буду делать в микроволновке, во-первых, сейчас на работу, во-вторых, во-вторых, я быстро все это делала, я не хочу размусоливать. Я поставила на режим 6 минут. Дальше, что мне необходимо? Мне необходимо вытереть на столе, да, чтобы у нас с вами было все по фэншую. Сейчас пока готовится, я возьму творога, творог домашний, доедаем. Смотрите, я уже порцию, почему в начале стройности я взвешивала всегда еду, для чего это необходимо, даже не 100, а 150 возьму. Сегодня будет 150. Я взвешивала еду, потому что мне надо было знать, вот мой глазомер, да, обычно, когда ты там голодный или еще не привык, скажем так, к систематической еде, вот здесь должно быть, ну, где-то порядка 150 грамм. Ой, девочки, блин, хотела поумничать, надо же оттарить, я же вам хочу показать, как все-таки работает глазомер тара. Вот, я вам показывала, да, то есть в начале вы просто можете, ну, скажем так, глазомер у вас быть не очень правильный, хотя в начале только сократите порции, и вы сразу же увидите результат. То есть приблизительно, вот, где-то будет здесь 100 грамм. Вот о чем я говорю, это в среднем 3 столовые ложки. И я хотела все-таки сегодня чуть-чуть больше, потому что чувствую, ну, вот так, вот это уже мне будет нормально. То есть 100-150 грамм, смело я уже вижу, как это выглядит визуально, это можно там по ложкам, это 3-4 ложки, да, вы уже видите свою порцию, и вы уже больше не съедите, потому что, ну, организм привык, но в начале я рекомендую все взвешивать. Почему и в моих марафонах у вас уже есть готовый план питания, просто взвешивай, просто смотри, наблюдай, слушай организм, и получите результат. Так вот, в марафоне одна из моих зрительниц, одна из моих зрительниц в том числе, да, потому что откуда вы знаете о моих марафонах? Вы не знаете, когда приходите, когда смотрите мои видео. Вот, кстати, тоже, кто был в моих марафонах, на ютубе вы об этом узнали, хотя я на разных площадках об этом рассказываю, и тикток, и ютуб, и инстаграм, ну, мне просто интересно, кто уже прошел марафоны. Все-таки на ютубе обо мне узнали, да, напишите об этом в комментариях. Так вот, мои участницы некоторые говорят, Лен, ну вот, когда будний день, у меня все ок. Я не, ну, питаюсь, как ты рекомендуешь, но как только приходят выходные, включается режим, держите меня с семеро. И, ну, в моем понимании, да, как я стараюсь людей научить женщин, донести, девочки, нету разницы, выходной это, будний день, праздники, гулянки какие-то, встречи, не имеет значения, потому что это наш образ жизни. Это мой образ жизни стал. И когда мы все переводим в образ жизни, если мы иногда вот эти 20% косячим, ну, тогда мы не имеем результата, да, и нужно понимать, что если напередодни, перед этим, вы, например, там были в кафе, там, или еще где-то был алкоголь, вы должны морально быть готовым к тому, что на весах будет плюс. Ну, не будет минуса постоянно, если вы будете, там, переедать, да, или будет алкоголь, он есть такой хороший провокатор аппетита. То есть, ну, тут же, как бы надо, мы же взрослые девочки вмыкаем у свою зузуленьку. Так вот, о чем я хочу сказать, что нету значения выходные праздники, выходные или рабочие дни, что делала в этом случае я, и что я рекомендую в своих марафонах. Если у вас начинаются выходные, окей, если вы чувствуете, что вот мне надо эта разрядка, да, мне она просто необходима, сделайте. Возьмите в какой-то прием пищи, в завтрак, вообще в завтрак будет идеально, потому что целый день вы будете активничать, у вас будет энергия. Ну, это очень хорошо, когда расход энергии будет, зайдут простые углеводы именно с утра, да, то есть вы их быстренько-быстренько утилизируете, спалите в течение дня. А если это будет вечером, ну, естественно, инсулин, глюкозу растаскивать по клеточкам уже не сможет, потому что в течение дня он это делал, когда подымался сахар в крови. А вечером ему остается что? Ему остается только глюкозку тянуть в жировое депо. И, соответственно, утром мы встаем и у нас плюсик. Так вот, что необходимо в этом случае делать? Окей, если чувствуете, что надо, скажем так, расслабить немножко свою зузуленьку, как я говорю, то в таком случае, да, возьмите себе какой-то смоколык в один прием пищи, рекомендованно в завтрак, да, то есть съешьте тот же кусочек тортика. Ну, что вы хотели? Вот, что вам больше всего хочется? Напишите мне в комментариях, мне будет интересно. Вот, что вам больше всего хочется? Девочки, буду параллельно варить кофе, потому что, потому что, потому что, хочу записать все одним кадром. Так что, будет небольшой звук. Сейчас, видите, мы уже и грушу приготовили, сейчас и кофе-то у нас с вами свалится. И мы с вами как раз и позавтракаем. Сегодня вместе завтракать не будем, скажу честно, просто не хватает у меня времени. Как я говорю, вуаля, прошло 6 или 7 минут, я оставила. Смотрите, груша мягкая, сочная, сладкая. Девочки, боже мой, это просто блаженство. И добавляем сюда творожок. То есть, вы получаете полезные белки, полезные жиры и немного углеводов в виде фруктов. Девочки, вы посмотрите, какая красота. Еще груша дала немножко сока. Я не буду брать ни йогурт, ни кефир там сверху, ни сметану. Сочная груша, она, вот видите, возможно, вам тут видно. А может, и не видно. Видите, вот здесь вот пустила сок, груша немножко. И у меня творог, он не будет сухой. Все, девочки, посмаковала. Пое, боже, девчата, какая красота. Он даже творожок сделает такой пастообразный, мне хочется. Вот видите, а можно так, а можно и не делать. То есть, вот пример правильной сбалансированной тарелочки. Сейчас я все это вам покажу. У нас есть белки, у нас есть жиры, у нас есть углеводы. И вот такой завтрак, он меня насытит до 2-х часов, до 3-х, это 100%. Потому что качественная пища заходит. Организм получает все необходимые микро-макро-нутриенты, и мы имеем результаты. И, как я говорю, вуаля, смачный, смачно кава, смачный американо. Девчата, когда пью с молоком, когда без молока, сейчас у меня в основном вот такая, такая у меня, такой бздик. Я в основном сейчас пью без молока. Поэтому божественный американо, без сахара, без молока, девочки, как это вкусно. У меня так и чешутся руки сделать мукбанг, но не успеваю. Хотелось бы, конечно. Ну, давайте в следующий раз. Где-то Катя взялась со своей работой. Но мне нравится. Вы знаете, мне нравится, потому что это тоже общение. Я вообще люблю общаться с людьми. В моих марафонах это вообще такая моя, моя любовь. Дося, что-то, Дося, там меня умничает. Моя любовь. А тут еще больше с людьми. Я больше времени, скажем так, ну, половину, полдня. Вот эти полдня, когда я не работаю в марафоне, да, то есть работа в марафоне проходит утром и вечером. Мы с девчонками на связи. Какие-то вопросы. Вот как раз этот конкретный вопрос мы и разобрали. Что необходимо делать, когда приходят выходные? Окей, позвольте себе. Знаете, перезагрузите свою зузуленьку психологически. Второй момент. Не покупайте. Не покупайте, чтобы у вас стояло много желаемой еды, неполезной, да. То есть, когда мы покупаем, я раньше как? Я куплю там зефир, например, килограмм. Думаю, все, буду по одной зефиреньке там утречком добавлять себе в, ну, допустим, кофе, да. Да, да какой там лежит зефир, пока весь я его не затопчу с кофем, да, поставлю ни одну чашку кофе сварить или чая, я не успокоюсь. Но вот такая я. Может быть, это я такая уникальная. Напишите мне об этом в комментариях. Так же это у вас или нет? Мне надо, чтобы вот у меня есть груша, все, я ее, допустим, да, там, или здесь была бы зефиринка. Я ее съела, и если у меня ее нету в доме, да, то есть мне легче психологически идти дальше. А если там лежит где-то в шкафу, то, конечно же, конечно же, ну, как нормальный человек, который любит хорошо покушать, особенно пожрать, конечно же, я пойду и дотопчу все, пока аж не будет тяжелого состояния в желудке. Поэтому я этот момент убираю. И что я делаю? Окей, я же такая, как и вы, мне так же хочется какие-то смоколыки, у меня так же хочется каких-то тортиков, каких-то печенюшек вкусных, неполезных. Мне тоже хочется, девочки, представляете, я такой же человек, как и вы. Что я в этом случае делаю? Я смотрю, если я вчера там что-то себе такого лишнее покупала, позавчера я на третий раз уже не куплю. Я понимаю, что нужен просто небольшой перерыв. Если я захотела, я купила, но я купила одну или там две штучки. Ну, сейчас же можно все в весовом, ну, весовое взять, да. Это же не ящик вы берете, ничего, нет. Вы берете только вот, возьмите себе заправила, да, вот, например, любите зефир, идете с работы или на работу, взяли одну зефиринку, вы знаете, что вы позавтракаете правильно, вы выпьете кофе. И потом, так как говорится, можете полирнуть, но это будет одна штучка. А когда вы находитесь на снижении веса, надо, девочки, ну, в первую очередь расставлять приоритеты. И понимать, что за нас с вами и за меня никто бы не похудел, если бы я не прикладывала усилия. И вот именно так работают мои марафоны. Я не даю ни какие-то волшебные таблетки. Я даю рекомендации, те, которые вы знаете, но о которых вы, к сожалению, иногда забываете. И девчата говорят, Лен, вот мне этого не хватает. Я же знаю как, я знаю где, я знаю почему. Я уже худею всю жизнь. Ну, вот этой дисциплины, самоорганизации, когда ты не один. Вот у меня есть девочки, которых я веду уже не первый марафон. И очень такие истории я когда-нибудь с вами поделюсь. Я вот как нутрициолог, ну, я считаю, что это личное, да, вы со мной делитесь очень такими своими переживаниями, своими историями. И как-нибудь я все-таки, не называя лиц, да, я вам об этом буду рассказывать. Потому что это работает, когда ты организовываешься, когда у тебя постепенно, вы, я тот человек, который неорганизованный, который в свое время, знаете, вот у килограмм зефира и весь этот зефир ушел. Ну, надо менять себя. Если вы не будете менять себя, если бы я не поменяла себя, свое отношение к еде. Раньше это, вы что, вы что, творог, да это дурной тон, я это есть не буду. Фу, как у меня один мой подписчик малолетний говорил, как обе, Егорчик, если меня смотришь, тебе привет. Вот это для меня, да, фу, девочки, творог, без сахара, без сметаны, вы что, девочки? Вот, вот сахар, который дает сладость, да, то есть груша дает сладость. Вот скрытые сахара. Творог мне здесь просто не надо, потому что есть и жиры, ой, творог, простите, сметанка. Здесь я бы добавила, я бы добавила там йогурт или творог, сметанки. Ну, груша дала сок, я перемешала, то есть я нашла альтернативу. Вместо жиров, вместо сметаны, вместо йогурта я имею вот сыр бри, он насытит меня, гормоны мои сработают, все, весь этот процесс пройдет, все, организм получит все необходимые. Микро и макро нутриенты и все, и вы вильно людына. Вы не ходите, как бешеная собака по прилавкам и смотрите, чтобы такого вкусненького захомячить. Особенно, когда мы идем мимо какого-то кафетерия или какой-то пекарни, запахи. Очень важно завтракать, обедать, то есть полноценно. И вот сейчас, поем, я буду идти, вы думаете, я буду так спокойно, конечно, запахи, ароматы, все это меня будет возбуждать, скажем так. Но я не голодная, и я сама себе говорю, Лен, ты же не голодная, ты смотри, ты позавтракала там. И я уже не хочу, я уже так более спокойно пройду мимо тех же смоколыков, почему я сейчас спокойно хожу, потому что организм получает все необходимое. Да, бывают моменты в жизни, иногда хочется, я позволяю себе, но не так, как раньше, беспорядочной каждый день. Все, мои хорошие, так, ого, думала минут на 10, а уже на 16, на 17 минут налилякала. Кто досмотрел это видео до конца? Напишите мне об этом в комментариях, и я буду знать, что вы стойкий оловянный солдатик, потому что вы богиня. Все, мои любви, я буду с вами прощаться, люби украинцы, я обожаю нам тыхого, мирного дня. Всем людям на земле я обожаю мыру и зла воды. Я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока.